Спасибо Вам за возможность уже в четвертый раз участвовать в конференции. И сегодня я хочу представить Вашему вниманию небольшой недоглас, учитывая рекламу, которая называется «Картина и галерея граммов полостых в Одессе. История и обсудить». Старинный усадебный комплекс. Старинный усадебный комплекс, в котором с 1934 года располагается Одесский дом ученых, является выдающимся памятником истории, архитектуры и градостроительства. И известен далеко за пределами Украины. Ежегодно сотни до всей города и стран ближнего и дальнего заубежья посещают это уникальное место в историческом центре Одессы, чтобы узнать его подлинную историю и лично соприкоснуться с его обновительной красотой. В самом конце 19-го столетия архитектурный комплекс Старинный городской усадебы граммов на Устрии по Сабоневому мосту был заполнен величественным зданием первой в одессе частной картинной галереи, спроектированной знаменитыми венскими изочинами Фейнером и Геннером еще возременно возведением нового городского театра в первой половине 80-х годов 19-го столетия. Известно, что граждан Михаил Михайлович Толстой-старший в многие годы возглавлял городскую театральную комиссию и более 10 лет был первым директором вновь построенного городского театра. Поэтому привлечение к работе над проектом именно этих европейских архитекторов было далеко не случайным. Проектное бюро австрийских архитекторов Фердинанда Фейнера и Германа Гейнера работало в Вене с 1873 года по 1919 год. По их проектам было построено более 200 зданий в разных странах Европы. Их стиль начал новую пугу в архитектуре 20-го века, пройдя путь от старого итальянского ренессанса через повторное открытие барокко до модерна в поздних сооружениях. Поэтому выполненный ими проект картиной галереи для графа Толстого в Одессе контрактно отличался от основных усадебных строений не только тем, но и необычайно пышным для декоративных убранств. Эрлистичный стиль ренессанса на первом этаже и итальянского барокко 17-го века на втором. Однако воплотить в реальность задуманное одесскому заказчику удалось только спустя десятилетия. Под руководством известного немецкого архитектора Гуслова Карловича Шевромбранда, который в то время работал в Одессе, постройки картинной галереи приступили только в 1896 году. Шевромбранд в несколько дней работал изначальный проект венских коллег, кроме того, он полностью выполнил работу по внутреннему оформлению зданий. В фондах Одесского историко-галерического музея сохранились чертежи, иски из мастерской Шевромбранда. Это плафуны, лестницы, декоративные элементы окон и украшений, развертки стен и прорисовки зубных полотен. К участию в этом тректе был привлечен и известный итальянский скульптор ул. Геория, который многие годы жил и работал в Одессе. В городской прессе тех лет встречается несколько сообщений о том, какой вид будет иметь новое построение. Так, 20 января 1896 года газета «Новороссийский телеграф» сообщает приятную для всех любителей живописи и искусство новость. Граф Михаил Михайлович Толстой устраивает картину «Балерею». Для осуществления этой цели будет сооружено высокое здание на углу Надежненской улицы и подъезд к Сабанеевому мосту. Получив от своего покойного родителя, графа Михаила Дмитриевича Толстого, ценную коллекцию картин, в числе которых есть много произведений старых мастеров, нынешний ее владелец во время частых поездок за границу пополнил полученное наследство. И таким образом образовалась целая галерея картин иностранных и русских художников. По информации Одесского листка, от 7 февраля 1896 года заоружаемое графом Михаил Михайловичем Толстым, старшим здания этой картинной галереи, обещает быть одним из лучших произведений искусства. Будет двухэтажным, сверхним светом во всю длину здания, а лицовка здания будет вся из искусственного галерея, украшенного скультурой и настоящей дробью. В этой связи немалый интерес представляет статья самого архитектора, опубликованная в 1895 году в первом доме архитектурного и художественного технического журнала «Зочи», в котором издавалось самоскитерпурское общество архитектора. В статье «Дом графа Толстого в Одессе» Шевернград достаточно подробно описывает примененную им впервые наивешенную для того времени строительную технологию. Переведем этот текст полностью сохранимый в стилистики оригинала. Дом графа Толстого, посад которого представлен на листе первым, находящийся в Одессе на Саваннеевском Москве, представляет собой частную картинную галерею. Кроме помещений, занятых посреди, в доме находится на право-отвороте квартира экономки и дворница. В верхнем этаже главный большой зал, два меньших залов, небольшая комната, где хранятся для дерева, и бузер, сообщающийся со столовой, которая находится в старом здании, смежном. Все здание выставлено из камня и железа, без употребления дерева. Первый кирпичная на цементном расходе. Потолки сводики под облаком, перегородки с железным фахляком и с кирпичным по цементу заполнением. Фасад был приполнен по способу, впервые здесь применённый. Здесь он представляет собой, так сказать, один массив из трампованного бетона. Наименьшая толщина, которая на гладких полях стен равняется шести вершкам. Всякий отдел для уст, консоль, замковый край и прочее, трамповался на месте, в особо устроенной форме. Причём, к наружному слой бетона, толщиной куколы вершкам, примешиваяся, соответствующие краски и разные примеси, чтобы получить имитацию гранита, песчаника или мрамора. Далее, собранный характер имитируемого камня, поверхность переполировалась и обрабатывалась камежетёсными инструментами. Имитация вышла удачно, чему способствует отчасти помещённая местами фиромки настоящего мрамора и степлянной мозаикой. Большой зал освещается верхним светом, причём большие окна, находящие на улицу, обыкновенно остаются завешены. Стропила железная, построить было приступлено в мае 1896 года, а окончено оно было в апреле 1897 года. Причём, общая сумма стоимость составляла около 85 тысяч рублей, по тысячам шинамерам. Одновременно с обустройством картинной дырвей обнагрались интерьеры в дорожной саде Толстых, которые были органично уважены с новой построю. Михаил Толстой-старший должен наполнять завершение всех работ и до времени достраивать уже его сыном, Михаил Михайловичем-младшим. До 1898 года коллекция Толстых находилась в их доме по улице Преображенской Уже могли приходить посетители. Среди большого числа частных коммерций это собрания деловатся в книге устроенных. Вот это, наверное, было привычного с одновременного и для них, например, с отзывом, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...